Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением казахстанской Фуд Солюшен прекращает работу под брендом Макдональдс из ограничений в поставках. В Минсельхозе Казахстана так прокомментировали ситуацию. Сеть ресторанов Макдональдс обеспечивалась мясной продукцией полуфабрикатами российского производства, где у компании были расположены крупные распределительные центры. Но в связи с уходом Макдональдса из России возникла проблема с поставками сырья. Как и многие западные бренды-гиганты, Макдональдс покинул Россию в прошлом году после вторжения России в Украину. В области Улатао создадут индустриальную зону. Ожидается, что она даст толчок развитию сферы промышленности, туристической индустрии, транспортной логистики и агропромышленного комплекса. Об этом заявили в Акимате. Местные власти уже определили участок под промышленную площадку в 700 гектара в районе мельничного комбината Жесказгана. По словам специалистов, уже поступили заявки от инвесторов на реализацию трех крупных проектов. Отметим, что на сегодня в стране зарегистрированы 32 индустриальные зоны. На их территории реализовали свыше 200 проектов. Создано больше 10 тысяч рабочих мест. Преимуществом индустриальной зоны является готовая инженерная коммуникационная инфраструктура, освобождение от уплаты земельного налога и возможность выкупа земельного участка по кадастровой стоимости после ввода в эксплуатацию. Основной плюс индустриальной зоны для предпринимателей – это то, что за счет бюджета будут полностью подведены ИКИ. То есть это свет, электричество, вода, канализация, ЖД-тупик, автомобильная дорога, газоснабжение и теплоснабжение. ОТВЕСТВЕННЫЕ МОСКВИЧИ Из пунктов приема сосные пихты отправляются на точки переработки. Там их пропускают через машины-дробилки и получают тонны щепы экологически чистого и многофункционального материала. Марсельская коммуна против англо-голландского гиганта Юни Левер. Работники чайной фабрики на юге Франции отстояли в суде право использовать помещение, оборудование и продолжать выпускать продукцию в качестве кооператива после того, как несколько лет назад транснациональная компания объявила о переносе производства в Польшу. Участникам объединения не удалось сохранить историческое название «Элефант», которое было известно в Провансе и по всей Франции с конца XIX века. Несмотря на резкое сокращение производства, кооператив вышел в прибыль в 2020 году, но в новой реальности, где падает спрос и растут цены на электроэнергию, испытывают те же трудности, что и все малые предприятия. Прекрасный подарок на Рождество. Так Владимир Зеленский прокомментировал в Твиттере новый пакет военной помощи Киеву в размере 3 миллиардов долларов, о котором объявил Белый дом. Еще около 700 миллионов выделят европейским странам на поощрение компенсацию военных поставок Украине. Накануне о дополнительной поддержке объявили лидеры ФРГ и США по итогам телефонного разговора. Среди прочего, в списке вооружений, обнародованном Пентагоном, 50 боевых машин пехоты Брэдли, противотанковые ракеты и бронетранспортеры, зенитные ракеты и боеприпасы для комплекса «Хаймарс». Президент Украины назвал новый пакет конкретным следствием своего визита в США и дипломатических усилий Киева. «Я благодарю президента Байдена, конгрессменов и всех американцев, которые ценят свободу и знают, что свободу стоит защищать. Я выражаю благодарность канцлеру Шольцу за решение предоставить Украине батарею ПВО «Патриот». Вместе с блестящими «Айрис Т» Патриот сделают украинское и европейское небо значительно безопаснее». Субтитры создавал DimaTorzok